Евгений, а вот сколько, собственно, лет ресторану пошло? Это кафе, и ему, соответственно, три небольших кафе. Самое, как ковид, Татьяна подписала их, до души в парень. Но когда мы увидели, что это место сдается, зная всю микрогеографию, мы не смогли пройти мимо. И одно из самых успешных. Добрый день. Ну и самый поспешный, наверное, вообще проект с кафе, который мы уже продали в две страны по франшизе. Опять-таки, всем занимается Татьяна, она его, собственно, сделала, она его продала. Идея, сегодня я включался в эфир прямого канала, где работаю, моей ведущей Даша Счастливая, и она вот спросила, Я помню. Да, да, спросила, а что сейчас по поводу, вообще, что можно сказать об Russian influence на вообще политику, на Лондон, как бы, еще можно ли говорить о каком-то влиянии русских денег? Как вообще трансформировалась наша община, русскоязычная община здесь за эти годы? Что из себя представляют русские в Лондоне сейчас? Ну, здесь скорее наоборот, здесь пострадали те люди, которые вообще никак не причастны. Уехали давно или вообще давно в другом лагере. Закрывали счета, причем, позакрывали счета у людей, которые здесь находятся 21 год, и которые по громким политическим делам уезжали, по громчайшим политическим делам уезжали, им позакрывали счета, и, понятно, никаких кредитов не могут не выдать, и комплайнс не могут пройти в QYC, ничего. То есть в обществе, так как общество относительно многих других европейских стран достаточно образованное, в обществе абсолютно точно разделяют русских и Путина, и путинистов, и русских эмигрантов от одной направленности, другой, так как здесь достаточно длительная, активная политическая жизнь, и за 25 уже почти лет правления Путина люди разделяют те, кто обзорваны режима, те, кто вынуждены эмиграциям, эмиграциям, и те, кто отмывал деньги через здание и прочее, 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 прочее. Вот, то есть здесь, ну, как бы, общество разделяет, в целом. А для банков похерено. Я всего... Банков совершенно не свойственна, казалось бы, для банков, очень ливанская доктрина коллективной ответственности. Ну да, вдруг включилась, то есть, количество отстреливных пальцев на ногах, оно просто феноменально. Выгнать отсюда людей просто по списку Forbes, это было просто дегенеративно тупо, учитывая показания, данные в суд, где прям черном по-белому было написано, что там оно так-то, так-то и так-то, а не вот так-то. Ну, все. После Литвиненко и Скрипалей обида на российские власти и неприятие огромное, абсолютно. И, наверное, если бы не было Скрипалей, может быть, Борис Джонсон и не рванулся в Киеве, во всяком случае, может быть, не был бы первым. Но тогдашняя ситуация очень ухудшила. Мы зайдем в магазин или просто погуляем? Можем зайти, да. А, кстати, вот его не дают буквально сегодня, да, он зайдет, что поддерживает Трампа. Смотрите, это остров, это остров, я буду вернуть. Это остров и у них есть вот эта вот прекрасная фраза, что на нашей почве вы не можете здесь исполнять вообще ничего. Если вы помните и эта фраза, она, например, звучит у Артура Конан Дойля в этюде «Багровых тонах», когда американец здесь убил двух американцев за то, что они уничтожили его жизнь, убив его невесту и отца-невесты. И он через 20 лет здесь мстит именно убивает и журналистка, по-моему, там условный «Таймс» пишет, что мы так здорово, что это преступление раскрыто и все в могиле, чтобы иностранцам было неповадно сводить друг с другом счеты на нашей земле. Именно используется «соил». «Соил», используется, поэтому первый раз их предупредили после Литвиненко, после Скрипалей, когда была убита гражданка в Великобритании, исходные, исходные, подсконные, они, ну, то есть, нынешнее российское руководство поставило себя просто ровно в список террористов, хотя официально все еще даже принимались запросы на экстрадицию, хотя, понятно, они аккуратно монтировались в суде. Про Бориса и Трампа мы еще поговорим, а мы уже подошли к винному магазину Евгения. Здравствуйте, спасибо. Как дела? Вау, красиво. Это не даже магнумы, да? Какой цель для них? 80 литров. 80 литров. 80 литров это Матузова. Матузова. Мафусаил, который жил 969 лет. В середине 90-х годов я был протестантским предповедником в штате Теннесси. Протестантский? Да, и Кентакли. Я поехал мальчиком из Донецка учиться в библейском колледже штата Теннесси. Штат города Апалачи. Это абсолютно Брест троп-канчин. Вот это так. Кто ваш дизайнер? Кто делает свои одежды? Кто делает? Или это много разных людей? Покупает одежды очень много Татьяны, моя подруга, а дизайнеры самой одежды это может быть и Маржелла, это может быть Джон Скелтон, Йоджи Имамото, Цейми Яки, и какие-то люди, которых я уже не помню, какие-то люди с такими яркими именами, которые я не помню. Вот это интересная деталь. Что это у вас на точке брошки? А, это сердечко. украинское. подарили, мне кажется, вот как только война началась, я бы не подарил ее, мне сюда очень подошли. А чем отличается ваш магазин от других? В чем его фишка? В чем отличается самое лучшее посредство? Вот. Идеально от проходного. Временно. Я уже вижу, что выбор здесь просто феноменальный. я такого не видел нигде. с половиной тысячи. Друзья, только виски и бурбонов здесь. Я не знаю. Виски и бурбонов всего крепкого алкоголя около трех тысяч. Из них две около двух тысячи это виски. С недавних пор победители международных фокуса виски становятся японцы много лет подряд. Причем и устро хоккайда. Они же дотошные. они просто тщательно. А вы любите? Да. Так не похож? Так нет. Пью с удовольствием. Я очень люблю белую рону, белую бургундию и винтажное шампанское последнее время. Вот. Ту красную бургундию, которую я люблю. она что-то подорожала. Но иногда могу себя позволить. И все-таки по поводу эндорсмента. Борис Джунсон поддержал кандидатуру Трампа. Ну они как-то подружились, несмотря на то, что Трамп уничтожил там например своими тарифами идиотскими поставки вина отсюда туда. И вина и крепко алкоголь долго держались в тарифе идиотски. То есть у меня к Трампу совершенно другие претензии, нежели у всего мира. Но Борис считает, что бояться, что Трамп сольет Украину не стоит. Вот что интересно в этом момент. есть ощущение человек эмоциональный заявлял много вещей. Какие-то из которых классно выстрелили, какие-то оказались ровно наоборот. Наверное, наверное, не стоит вообще списывать его слова со счетом, я бы так сказал. если Борис третий раз вернется в английскую политику, хотя второй раз считался невозможным, вот, я, честно говоря, уже не удивлюсь. А насколько я сегодня был поражен возле Tower of London это вот His Majesty's Revenue and Customs, да, то есть мытницы на украинском, это таможенный получается, да, дом, огромный дворец и на нем украинский флаг. Абсолютно феноменально. Для меня это было удивительно, что... Полтора года назад здесь на каждом втором доме был украинский флаг. Ну, тем не менее, сейчас этого уже нет, конечно, ушли, но еще кое-где остались. Причем в очень видных местах да-да-да. То есть было... Нет, я не знаю, где было больше, в Варшаве, Вильнюсе или здесь на единицу площади, но по количеству, по-общему, безусловно, сколько было в Лондоне украинских флагов не было в самой Украине в марте 22-го. То есть нет... А сейчас можно говорить, что есть усталость не до Украины? То есть питание. новостного... Усталость в новостном... если смотреть по новостям, да, безусловно, конечно. И плюс, ну, деньги же идут от налогоплательщиков, так или иначе, люди, естественно, что они задают вопрос. Мы туда свою часть какую-то от нас забрали, а какой результат? если бы там Скайборд, мы теперь из-за детства получаем недорогое что-то, вот, и там дизел инфляцию на связь доступ до этого. Вот такой у нас результат курсик устроился. Достаточно прагматичный люди. Я... Это что-то феноменальное все-таки. Спасибо. Евгений, я действительно такую войну я не видел таких магазинов. Да таких нет, нигде, не в Нью-Йорке, не в Киеве. Не в Нью-Йорке. Нет, в Киеве не будем обижать бутвайн. У них просто по-другому стоит площадь. Здесь плотнее все выложено, но они большие молодцы. Здесь особое шампанское редкое и, соответственно, такие же белые вина. ну, а какой, допустим, о, просто, чтобы понять, в каких суммах идет речь. О разных. 95-й Монроше Романе мы выпьем, когда четыре с половиной литра, когда стохнет Путин. Я его прямо открою и все хуже. Есть уверенность, что мы доживем до этого момента? Есть уверенность, что этот момент наступит. Ибо все исшедшее из праха во прах и обратится. Ну, а этому магазину уже сколько лет? 11. 11 лет. Бутылка ручной работы. Вот это вот? Да. Обратите внимание на год. 1802. Ну, и цена соответствующая. Ну, и объем соответствующий у вас сертификат. Ну, а если вам гарантированно бы сказали, Евгений, что вот это вы готовы были за личный счет раскупорить по случаю смерти Путина? Вот эту бутылку. Не пожалели вы? Нет. Давайте. Определили цену шкуры этого человека 250 тысяч фунтов стерлингов. Please. 24 февраля в самый день у нас здесь будет благотворительный ужин на нашей даче, которая называется Вилла Халупа. И, соответственно, ну, этой самой Пеппи была Вилла Курица, она Вилла Халупа. И, соответственно, мы планируем где-то 16 мест и 10 тысяч фунтов взнос на УЗИ для киевского роддома, на уникальный УЗИ, или Тати Кеплер на медицинку. И милости просим. Подробности в Инстаграме тот самый Чичварки. У меня вопрос следующий. А вот то, что сейчас я услышал, я здесь был на конференции в Молдоне, то, что я услышал в Давосе, что россияне не чувствуют войну. И вы тоже это говорите, что Путин создал такие условия, что войну можно жить в России и не ощущать. И все ратуют за то, чтобы делать, скажем так, войну ощутимой для россиян. сегодня сегодня вот мы с вами встретились, буквально горит газовая газовая объект в питерском порту. Несколько так, Белгород, мы все помним. Вы считаете, что они не важны? это почти никого не волнуются. Смотрите, самые два большие удара, которые были сделаны, даже не удара, а два важных события, которые были сделаны, которые повлияли, и повлияли, в том числе, на рейтинг Путина. это подорожание цен на яйц, то, что это касалось каждого. Белгород бомбят, а там чуть дальше потирают руки, говорят, ну и ладно, их бомбят, а нас нет. Вот, а сюда они долетают, а мы им не нужны. Вот, то есть, это совершенно по-другому работает. И о том, что огромное количество россиян, несмотря на то, что думать об войне страшно, невозможно. это, как понимать, что в твоей стране правят террористы, это не вписывается, то есть, жить и осознавать это для людей просто настолько тяжело, что невозможно. И они стараются туда не думать, просто для них эта часть просто навсегда закрыта. Но доказательства, то, что в них внутри не все умерло, ярчайшее доказательство произошло три дня назад, когда проводница из железной железной дороги, рост залызницы, вот, кота, который сбежал из, который ехал с операцией, который сбежал из своей клетки или был временно отпущен хозяевами, непонятно как, выкинуло на 30-ти градусный мороз, приняв его за бездомного кота. И люди подняли, подняли, соответственно, его этот засняли со стороны, люди подняли в интернете крик страшный, ее уже, мне кажется, заочно 500 раз казнили, несколько тысяч, чуть ли не 5 тысяч волонтеров круглосуточно и ночно и денно искали этого кота на 30-ти градусном морозе, нашли мертвого, и количество возмущений и общественный резонанс, я написал твит, что не 300 тысяч потерь убитыми и ранеными, не бессовестный, абсолютно захват соседней страны с изнасилованиями детей, пытками, не пытки по поводу своих политиков, которые просто альтернативны мысли, которым применяются пытки в Тюрмане. Ничто это не задело души россиян, как вот этот бедный кот, который замерз из преступной халатности бездушной, безмозглой и бездушной. То не ровен час и полубитым украинцам россияне могут тоже начать перевать, да? Очень многие, но слушайте, каждый раз, когда идет какой-то страшный обстрел гражданского населения, ночью ночью с рюкзаком, где уже теплые носки, все, что нужно для 15-го суточного ареста в капюшоне, чтобы они узнали, люди дыгом подбегают, кладут цветы лесной украинки в Москве. А еще тысячи людей просто боятся это сделать, потому что выгонят с работы, забреют солдаты тебя или мужа или брата или сына. Нет, огромное количество людей сопереживает, огромное количество людей уехало. Просто очень сложно объяснить людям, которые живут в режиме ограниченной свободы, а во время войны, понятно, в Украине ограничена свобода, и свобода слова, и политический процесс ограничен, но он ограничен. Нельзя сказать, что его нет. А люди, которые живут 24 года без свободы слова, без политической свободы, очень тяжело объяснить, что липкий советский страх вернулся. Его не было, он начал возвращаться потихоньку в четвертом, в пятом, потом еще больше в восьмом, в девятом, и следующий большой шаг был в четырнадцатый год с началом войны. Цензура и политические репрессии, они поухудшающейся идут. Начало двадцатого года и конец двадцатого года, за одну и ту же фразу у тебя было две недели ареста против полугода ареста. За одну и ту же фразу, то есть режим стремительно деградирует, и сейчас видно, деградирует с той же точки зрения, а с той точки зрения они крепчают, правильно? То есть у них появились инструменты полного контроля, которых не было до 24 февраля. были эти инструменты, они просто не пользовались. Они каждый раз удивляются, сколько народ может спустить, и сколько народ может простить. И они каждый раз, как растущий ребенок, расширяют границы своего контроля, границы допустимого. Если родители тряпка, ребенок садится на шею. Так же, по сути, произошло между путинской властью и россиян. Здесь субъектификация российского народа. В этом контексте как раз это вспомнилось буквально на днях спикер думы Володин объявил о том, что законопроект уже подан, конфискация имущества всем уехавшим за фейки против армии. А каких это могут быть? То есть насколько это действенная мера? Возникла проблема, например, мои подруги Ники Белцерковской отобрали дом по фейкам. И там у них возникли юридические сложности. Менты и прокурорские тоже боятся. Потом ветер переменится, а им скажут, что вы на закон нарушили, когда отбирали, не могли это отбирать. А сейчас у них будет законное основание для этого. Я знаю, что вы дезавуировали все абсолютно активы и давно уже призываете еще до полного авторожения призывали все, что возможно забрать из России, себя, родственников, активов, недвижений. И сейчас почти все мои коллеги призывают выйти на акции. Я призываю выйти на акции вне России. Безусловно. В России я не считаю, что этот риск оправдан. Вы ничего сейчас не добьетесь. Ничего абсолютно. Если хотите остаться в России, приобретите у вернувшихся СБУ. калаши к нему эти самые и припрячься получше. вы так четко решили оставаться, а лучше уезжайте. Так спокойно. Сегодня кстати с Маратом Герман общался. Он был в Нондоне и сейчас он в Лиссабоне, где проходит как раз такая же акция. Россиян, которые сейчас в Португалии, Путину нет. А в чем вы видите смысл этих акций? Это как раз возможно не забывать про Украину и помогать Украине. В чем здесь? Нет, это как раз напоминание россиянам, что эти акции проводятся к выборам. И это напоминание россиянам, что они будут выборы. У меня они непонятны, я не участвую, не поддерживаю. Я считаю, в этих выборах никак не надо участвовать, что основной кандидат не надежден, а безнадежден. И если сейчас все укрутся, нагонят очереди, соберут за него подписи, не дай бог его допустят до выборов, ему нарисуют, максимум ему дадут отщипнуть процент от Путина максимум. Но это все придаст некой легитимности проценту. это делаю, честно, простите, за мой плохой русский. Тут же и Кац и компания включилась в эту. Кац у него есть выборный опыт хороший. Он был руководитель штабов у Навального на выборах мэра Москвы и они достигли феноменальных успехов. Причем Собянин просил тогда не сбивать Навального, потому что он хотел именно легитимной победы, потому что после Лужкова и любви москвичей к Лужкову мы привыкли и любили и привыкли по-разному там. И очень много там выкручивал каких-то выплат для москвичей. Поэтому после Лужкова очень сложно было москвичей переключить на Собянина, поэтому он хотел именно легитимной победы. Надо отдать должное кстати. Вот. Она в чистом виде понятна легитимной не получилась. все равно что-то 5 или 6 процентов докрутили, но так или иначе у Навального достаточно высокий был 30, а кто-то мне говорит, что в реальности было бы под 40, 36, что-то такое. Насколько я помню цифры. И как феноменальный игрок в покер Кац безусловно, у которого очень хорошо математически просто феноменально работает голова. это, конечно, его среда и статистика теории вероятности, которую он просто чувствует на пальчиках пальцев. Для него выборы и возможность и понимание как, где и как цифрами можно сделать, чтобы улучшить результат, чтобы он был максимальный. это его стихи, его среда. Он хочет быть в будущем, мне кажется, мэном Москвы и все время примеряет на себя возможность технической, как технической, в том числе, кроме всего прочего, обеспечить себе победу. Они замеряют какие слова, фразы, обороты, шутки, лучшие рабочие, которые... это не так, это не так. Вы хотите... Поехали, это не так. Поехали. Нет, я просто... Я говорила, что вы, М. Ежин, хотели сказать, что мы в конце этого шопа. Фанатрика. Спасибо большое. Всегда берем, когда в Лондоне. Спасибо большое. А вы откуда? Мы из Казахстана. Казахстан, ну... Так что да. Муж сказал... Алгар, Казахстан, да? Алгар, я работал много лет по Казахстану с 2000 года с Акижаном Тажигенером, Сергей Дуланов, со всеми. Здорово. связан. Спасибо большое. Пока вы с нами, мы обречены миграцистанами. Спасибо большое. Спасибо. Рахмат. Рахмат. Вопрос а-ля Дмитрий Гордон с уважением это говорю. Но вот когда я постоянно завидовал на этот лук, потому что это прекрасный лук, I just enjoy. Looking at... Джон Скелтон на заказ сделан. Потому что обычно у него узкоплеченькие они, а я попросил большой. Шестерочек. Я смотрю, у меня приходит на ум имя такого человека. Знаете ли вы Георгий Гурджиев? Этот мистик такой еще тридцатых-сороковых, который много посвятил своего обучения. Он базировал над этим называемым swirling dervishes. Крутячиеся дервиши. Истамбула. Это как раз очень похожий наряд. У меня есть дервишеская шапка, я иногда в ней гуляю. Это тоже вот. Нет, это из слова пацана. Да ладно. Я шучу. Я просто не смотрел это все. А зря? Стоит? Стоит. Безусловно, стоит. Только нужно найти в интернете две изначальные версии, которые более, мне кажется... Вот в Украине у нас сейчас идет как раз дискуссия по тому, что у нас... А все посмотрели уже. Посмотрели все. Это плохо или это хорошо? Это очень хорошо. Хотя будешь понимать... Импорт такого продукта из страны, с которой мы воюем. Вот как вопрос стоит-то. Ну, хорошо. А если ты воюешь с Германией, что, Шопенгауэр не читать? Ну, для этого нужно пройти время. Я думаю, что и в Штатах, и в Советской России, и в Советском Союзе. В 45-м году... Привет господина Крыжовник. Не так быстро вернулись к Шопенгауэр и время должно пройти, а война еще не закончилась. А немецкий учил учить? У меня папа с 44-го года и он учил немецкий сразу в школе. Как язык возможного противника. Учил немецкий сразу. то есть не будем вкатываться в критику внутриукраинских дел, потому что где я, где внутриукраинские дела. Ну, а вот все-таки слово пацана, почему стоит смотреть? Ну, во-первых, это ровно мой возраст, и мне было приятно, я знал прямо ответы, какие будут, вот, и понятно всю музыку. Стоит смотреть, чтобы понимать, как сформировалось то, что сформировалось. Нужно посмотреть обязательно груз 200, жмурки, обязательно, жмурки, обязательно. Это сериал, нет, это отдельные фильмы. Слово пацана, да, наверное, важно очень, чтобы лучше понять, откуда есть, пошла, вот, как, как, вот, как вы до этого дошли, мне кажется, есть Левиафан, обязательно. Это я смотрел, обязательно. Ну, ему уже, ну, сколько лет, 7, да, этому фильму 8, Левиафан. Да. Ну, вообще, Звягинцева, для понимания загадочной русской души, нужно смотреть всего. А вот сейчас, разрешили бы, такому, как Звягинцев, снять такой фильм, Левиафан, вот, 24-го. Конечно нет. Конечно нет. Все. А больше, а Топи, обязательно. Для понимания любого украинца, с кем он точно воюет, сериал Топи, сценарий написан Дмитрием Глуховским, которым 9 лет за фейки в армии, который сейчас, наверное, будут в Интерпол объявлять, или еще что-то, там, уголовное дело. Вот. Наш хороший друг. Феноменальный писатель. Ну, и опять-таки, если вдруг есть время, история государства российского, Акунина. Акунина. Вот такая вот, вот такого размера, многокнижная. Да, 10-тонниках минимум. Там все, все прочитали? Нет еще. Я читаю его аудио, когда у меня есть лыжа или велик. Или когда я хожу по какой-то скучной дорожке, у меня, я таким образом читаю эту книгу. Вот. Поэтому я ее растягиваю, какие-то вещи, которые плохо запомнили, или я себя плохо чувствовал, я переслушиваю и так далее. Это очень важно. Там сначала рекомендации Путину, потом настойчивые рекомендации. Сейчас предпоследняя книжка, там просто крик с каждой страницы, что не нужно делать, что не нужно делать, куда не нужно. Там видно, как изменилось, когда напали в Украину. После нападения, да, вон написано? Или до? Ну, большая часть написана после 14-го года и видно, как у Акунина меняется нокаут, того, что он пишет, где он, где и как он переживает, на что и как он. Это вот книга предостережения. Книга предостережения. Вот я сейчас в Давосе был, я сейчас приехал на конференцию. А результат, он объявлен террористом, террористом, человек, который всю жизнь писал феноменальные книги, по которым, который, там, номер один, наверное, из современных писателей российских, объявлен террористом. Настолько его власти боятся. Больше всего на него деньги, на нем день заработал Михалков. Я говорю, что я был в Давосе, вот сейчас тут на конференции, в унисон уже два года подряд, там, в западные чиновники говорят, что Путин получил стратегически, да, это, кстати, мой хороший, наш бывший министр национальных дел, да, Дэщица так сказал, что Путин получил, ну, серьезную, потерпел серьезное геостратегическое поражение в Украине. И тем не менее, что-то не подсказывает, что он так не считает. Так не считает ни он, ни большая часть смотрящих телевизор россиян. И давайте посмотрим честно на карту. И тоже есть, я и так уже много ругался сегодня, скажу мягкую версию шутки, грустные шутки моей подруги Ники Белоцерковский всех обманул и себя не забыл. Где серьезное геополитическое поражение, где он, покажите, покажите его, где. Экономика упала? Нет, они перестроились совершенно феноменально. да, их потрясло, потом они перестроились все на восток. Где армия, армия научилась воевать путем чудовищных жертв, абсолютно прямых и непрямых, и смысленных, и бессмысленных, они все бессмысленные по большому счету. Они научились то, что всегда умел делать хорошо Советский Союз, производить что-то, что убивает людей. Советский Союз плохо делал, что учит, обучает, растит, средненько делал то, что перевозит, зачастую очень не вовремя. А то, что убивает, делал отлично. Вот, они опять, как Советский Союз, научились, отлично научились делать то, что убивает людей. И производят это в диком количестве. А также людей, которые рады и готовы убивать других людей. Они тоже научились клепать из деклассированных элементов. Где геостратегическое поражение? Ту страну, которую он себе как нафантазировал, как СССР 2.0, в их рамках она абсолютно стала больше, злее и веселее. Где поражение-то? Покажите мне. Ну и победы по крайней мере тоже нет. С земельками по сути-то, если не считать эти уничтоженные части украинских областей, я не знаю, можно ли их выдавать в качестве такого серьезного приобретения. безусловно, оно выдается как приобретение победы. Амбиции же больше. Вот только что мы общались с двумя девушками из Казахстана. Амбиции безусловно больше. Советский Союз в границах девяносто первого года. Может быть, минус Балтика. Может быть, минус Балтика. Согласны с этим? По большому счету, да. По большому счету, из неподконтрольных стран, или условно подконтрольных, из неподконтрольных стран осталась только Украина. условно подконтрольных Грузия и Казахстан, все остальные плюс-минус находятся под достаточно глухим контролем Кремля. Даже и Армения? Конечно. Конечно. Армения не очень несамостоятельная страна из-за коррупции чудовищной, запредельной. Размером прочтить со всю страну. В целом эту формулу можно еще семь или восемь стран применить эту же формулу. И через коррупцию Путин управляет. Контролирует, не управляет, контролирует. Ему контроль, если нет возможности, желания выползти из-под Путина, ему даже так контроль не нужен. Мы об этом уже много раз говорили, но что смаковать, еще впереди как минимум год. Год кошмара, может быть, чья-то воля на Западе и еще большие усилия дипломатии Украины. Шанс-то есть. вот сейчас многие связывают этот шанс, все-таки учитывая, что неопределенность в Конгрессе по выделению помощи, неопределенность в Брюсселе, эти 300 миллиардов долларов, которые лежат на счетах в трех странах, Британия, Люксембург и Швейцария. И вот сегодня российская сторона заявляет, что будут принимать меры против тех стран, которые принимают. И речь идет о каких-то асимметричных действиях в отношении этих стран, которые будут принимать эти меры. Вообще, на ваш взгляд, перспектива? Получится ли или не получится? Какая позиция Британии по этому вопросу и ваша позиция? Моя позиция, что ничего не может быть отобрано без полновесного, серьезного, судебного решения. Это должен быть длительный, основательный trial. И тогда все эти страны должны признать Россию не государством, а террористической организацией, с которой уже не может быть, например, никаких дипломатических связей. Сейчас это выглядит так... Получается, Путин абсолютно по-бандитке, бандитским образом забрал кусок другой страны, а весь мир также бандитским образом заберет бабки. Это да, чем они отличаются друг от друга? Украина не может себе позволить длительного процесса. Уже два года. Так уже два года. Деньги забрали давно. Процесс просто никакой не ввели. Без судебного процесса ничего не может быть. и у России, если они не разторгают дипломатические взаимоотношения, должно быть право себя защитить на этом процессе, они должны быть выслушены. И так далее. То есть это либо все занимаются бандитизмом, тогда с Путина никаких взятки гладки. А с другой стороны, я не вижу механизм, по которым эти деньги будут когда-либо возвращены России тоже. Слабо себе это представляется. Мне вполне себе представляется. Посмотрим. Во всяком случае свифтов у Газпромбанка никто не отключал. Деньги как шли, идут и идти будут. И это всех устраивает. И один из наших гостей на ужинах он сказал, что можно ли вот не медицина пойдет, а рации для у него там в каком-то подразделении служить товарищу, можно вот таким образом обеспечить хотя бы и купить там 7 раций каких-то приличных моторолусов. Я сказал, ну окей, ладно, хорошо, давайте так. как бы все нормальные, потом мы стали искать эти рации, оказалось, что они есть в Киеве на продаже, что никуда везти не нужно, что цена приблизительно даже в Киеве дешевле. мы окей, звоним в это место, пришлите фотографии, они посылают фотографии, он говорит, предоплачивать не надо, мы вам привезем, все посмотрите, если все устроит, деньги отдадите на месте. Мы привезли какие деньги, когда с этим грузопечком. Вот, человек привозит рации, я был как раз на интервью, мне кажется, с Гордоном, или на каком-то ином. Вот, человек приносит, и мой коллега смотрит на эти рации, смотрит, проверяет все, отправляет этому человеку из части это то, то берем, берем, отдают деньги, заводят, открывают инструкцию, а там Роспатент. В Киеве продается то, что гуманитарка, которая, видимо, или гуманитарка, либо просто поставки для российской армии. Потому что гуманитарных денег в Украине и в поддержку Украины больше, чем там. Вот он капитализм. Охренеть. Вот так. Российские инструкции и все Роспатент, ну, не Роспатент, а сертификат соответствия. Вот так. Феноменальная история. И таких много, я подозреваю. много, да. Это понятно, мы еще вообще никак не касаемся оружия. и так. Субтитры сделал DimaTorzok